Каббала – это такая наука, которая, в принципе, она открыта всем, а с другой стороны, она называется тайной. И вот здесь начинается, как наука может быть тайной. Но может быть, что она скрывается, как скрываются какие-то разработки особо опасного оружия, ядов и так далее. Это понятно, с одной стороны. А с другой стороны, как она может быть тайной еще. В Каббале тайна она в самой Каббале. То есть, тот человек, который не понимает, ну, положи перед ребенком какую-то формулу создания атомной бомбы. Ну, что он может, глядя на эту формулу, сделать? Ничего. Так и Каббалист. Он пишет, на книжку, читай. Ты ничего не сможешь сделать. Если ты захочешь достичь того, что есть в книге, ты должен меняться сам для того, чтобы понять, что в ней написано. И когда ты достигнешь того, что ты понимаешь то, о чем он написал, ты уже будешь таким, как он. Ты уже не сможешь ничего сделать плохого благодаря этой формуле, которая там рассказывает тебе о великих силах природы. Ты не сможешь с ними играться, как захочешь. То есть, сама природа, она здесь такова, что если ты находишься на ее уровне, ты ее раскрываешь. Не находишься на ее уровне, но не раскрываешь. Поэтому невозможно такое состояние, когда Каббалист делает какие-то гадости. Он не может никому навредить. Потому что в тот момент, когда, допустим, он срывается со своего уровня и падает, то как только он падает, в этот же момент с ним и происходит, что он забывает. Он не может уже владеть тем материалом. Материал наполняет его в соответствии с его духовным состоянием. Материал наполняет его в соответствии с его духовным состоянием.